Предупредить и обезопасить. Солнце прикрывает, на улице становится теплее, а на льду опаснее. Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в районе парка Степаново. Акватория реки Увыть на этом участке особенно опасна из-за сильных течений. На данном участке толщина льда порядка 40 сантиметров и выше, но сейчас структура льда очень быстро меняется в связи с тем, что теплая погода установилась, положительная температура. Если хороший лед, он обладает такого серого-зеленоватого оттенка, то сейчас уже лед белый и такой плотности он не имеет. Даже если толщина льда 20 сантиметров, существует серьезная опасность провалиться. Через пару недель, прогнозируют специалисты, лед может стать очень тонким и не выдержит вес человека. Тогда выход на реку будет запрещен официально. А сейчас главная задача сотрудников МЧС – предупредить об опасности рыбаков. В солнечный выходной день на льду с дюжиной любителей подледного лова. Несмотря на то, что лед здесь сейчас все равно толстый, но в связи с установившейся теплой погодой, вероятность того, что можно провалиться, очень велика. Поэтому соблюдайте, пожалуйста, все правила безопасности при нахождении на льду и при передвижении по небу. Возьмите наши листовочки. Специалисты ГИМС отмечают, важно также напомнить рыбакам об основных правилах спасения утопающих. Часто у деть рыбу идут поодиночке. Помочь некому. А в холодной воде человек может продержаться не больше шести минут. Лед еще довольно-таки толстый, потому что он только начал таять. Поэтому опасность есть, но не столь высоковероятно. Если человек попал в воду под лед, то в первую очередь не паниковать, если пытаться приподнять ноги вверх, выстоять их на лед и потихонечку руками к краю кромки пытаться выбираться. В ближайшее время будут приняты постановления о запрете выхода на лед под допрещающие знаки. Также начнутся рейды. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.